Начнут буквально через несколько секунд Чехия в красной форме, Словакия в белой Ну и что тут? Арбитры ждут? Арбитры не знаю чего ждут, потому что время уже 20.01 Уже как минуту должны были команды играть, но какие-то там испанские заминки Кстати, организация, многие жалуются на испанскую организацию этого чемпионата И тренировочные залы не те, и раздевалки не такие, и гостиницы тоже там с вопросами Ну, мне кажется, когда проводится какой-то большой турнир в южной стране То всегда есть какие-то недочеты в организации Это уже данность Ну, при этом для Испании это дебютный, так они проводят первый раз чемпионат мира Немножко, конечно, надо еще в эту колью войти, но не делают этого в первой атаке И гонополистки сразу теряют мяч Да, и Чехия потеряла мяч, Словакия убежала в отрыв Благодаря линейной вот этому тяжеловесному танку Николети Трунковой Но она даже не добежала до ворот Мяч был потерян, ну а чешки, они спокойно на спинах проатаковали и забили первый мяч Счет открыт, ну и быстренько, как команды к этому матчу подошли Чехия проиграла очень крупно в первом туре немкам 31-21 был зафиксирован счет в пользу сборной Германии Ну а во втором матче против венгерок чешская команда, ну, что называется, дала бой Проиграла всего три мяча и там венгерки помучились с чешской сборной Но тем не менее чешки проиграли два матча Ну а Словакия, Словакия проиграла закономерно той же Венгрии 29-35 Ну и Германия тоже разобралась со Словакией очень-очень мощно 36-22 в пользу сборной Германии И поэтому номинально так вот на бумаге, наверное, чехи сегодня фаворит Они хотя бы показали игру против сборной Венгрии, такую более-менее собранную Но как получится на самом деле, тут, наверное, предсказать никто не может Потому что матч очень важный, я уже сказал Одна команда выходит в основной групповой раунд, другая в утешительный Ну и пока грешат ошибками обе команды Причем ошибки похожие в чем-то Кроме быстрого отрыва, который мы уже увидели В остальном пока атаки обоих соперников ввязнут в защите Пока перестроение таких, с которых будет видно, с чего будет команда забивать, не видно Пока все вязко И такое ощущение, что команды только присматриваются к друг другу Стартовая нервозность? Ну, здесь, наверное, уже... Да, Юра, не стартовая Стартовая, конечно, прошла И все ждали этих первых матчей Такие эмоциональные интервью Собственно, были у всех Здесь, наверное, нервозность, она присутствует Но вот не стартовая от начала чемпионата А от того, что действительно важность очков, добытых сегодня В сегодняшней игре максимально высока Ну вот, Словакия переходит в позиционную атаку По-моему, вот первая в конце третей минут Первая позиционная атака Итак, в розыгрыше Бизик А это мощный выстрел 21 номер Симона Шаркова Мимо ворот Не успеваем даже представить весь состав Главный тренер сборной Чехии Ильян Башни Чехия, ну, на спинах не получается Но все равно быстрая атака Сколько тут? По сути, две передачи от вратаря И вторая уже под бросок И Маргарита Гурыкова Мимо ворот мяч отправляет Хотя, конечно, выстрел был На загляденье Попало бы, я думаю, что претендовал бы мяч На звание лучшего в туре Я сейчас, Юр, не ошибусь Если будет в ответ Со стороны команды Чехии Тоже потеря На передаче угловому игроку Потому что, если ты обратил внимание Все ошибки, которые команда совершила Были практически одинаковые Кроме того, что Чехия, да, отличилась За забитым мячом Словакия пока нет Ну, и вообще Все успехи Гонбола Чешского и Словацкого Они связаны, когда единая страна была Как развалились И успехов нет Вот и ошибки точно такие же Где-то даже детские Ну, и турецкие арбитры говорят Ничего там не было Не было нарушений со стороны Гонболисток в красной форме Ух ты! Красиво могло бы получиться Не получается Бросок у Микаэлы Голановой Так через себя Она пыталась спиной к воротам Перебросить вратаря Не получилось Но если бы забила Я думаю, гол бы засчитали Итак Чешская сборная в атаке Вход с края Бросок Все той же Маркеты Гурыковой И 22 номер Капомутка она Пытается бросить С 9 метров В розыгрыше У чешской команды На 14 номер Камила Кордовска На левом полсреднем Даже еще пока не увидел Ох ты Какой-то непонятный Сейчас гонбол Творится у нас 6 минут Один мяч забит И просто серия взаимных Каких-то ошибок Пока да, очень сумбурно Юра, абсолютно Соглашусь с твоим Высказыванием И мнением Действительно сумбурно И пока рисунок игры Не с одной из сторон Непонятен Другой вопрос Что мы видели Несколько сейвов От Виктории Агунтовой, да Агунтовой, да Она очень хорошо Действовала Ну и пока Из того, что мы увидели Пока несколько блоков Хороших поставили Гонбалистки Словакии Ну и собственно И все По атаке Пока конечно Все более чем сумбурно Еще одна Атака, которая заканчивается Собственно так же Ну еще собственно И разыграть тоже Правильно Не 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 смогли чешки И забрали Собственно Абсолютно Мы предполагали Огненную борьбу Пока Огня нет Много брака Очень Но Мы видим Что ни одна из команд Пока не может Оторваться Один гол за 6 минут Это конечно Очень мало Даже для Ну вот Команда уцайдеров Все равно Наверное Должно было Больше голов Ожидали зрители Пыталась Перебросить здесь Микаэла Голанова Вратаряне Получилось Ну вот Перехват Ну вот На спинах Может быть В быстрой атаке По быстрому переходу Ох Какой красивый бросок Микаэла Голанова Ну вот она В отличие от Линейного Словакии От Трунковой Убежать смогла И спокойно забила 2-0 Ну а Позиционная атака Ну в принципе Первый мяч Чехия забила В позиционной атаке Но Все равно Это такая Быстрая скорее Была А ну вот Смотри С 9 метров С 9 метров Затяжной Затяжной Такое Вкатывание В матч Пройти Должны Ну и пока Мы наконец-таки Увидели В разумительной Атаке С обеих сторон И тут же Ошибка Следует 2 минуты Не вполне Вынужденные Тут Недопонимание Линии Крайнего Игрока Хорошо Чуть более Надежнее Сборная Чехии Стала действовать До своего Линейного Мяч довели Ну и здесь Уже пока Виден Рисунок игры Ну это Даже Не совсем Линейный Сейчас По сути Роль Линейного Исполнила Кордовска Она вошла В линию С полусреднего Ну и Этой Свободной Зоной Где не было Игрока Спокойно Воспользовалась 3-1 Так А Словакия Снимает Вратаря Похоже Что Нет Сняли Да В шестером Вроде бы Атакуют На краю Вроде кто-то Есть Или нет Как всегда Гандбольная Площадка Не вся Влезает Да Есть Вратарь В воротах Павел Штрайхер Был на ваших Экранах Не проходит Эта передача Но там Чешки Эту передачу Прервали Поэтому Словакия Продолжит Атаку Свою Еще 30 секунд А это Как Получается Такое Неожиданное Эффект Неожиданности Сработал Потому что Я думаю Вратарь Тоже Не готовилась К этому Броску Очень Резким Он Получился 3-2 Ну вот Наконец-то Да Действительно Команда Пришли К себя Но Это Вот Если Вспомнить Россия Камерундом Тоже Да Сколько Почти 8 минут Не пойми Чем Команды Занимались Да Ну Притом В той Игре Все-таки Были Юр Вспомни Да Комбинации Проходили Комбинации Проходили Вратарь Камеруна Все было Не очень Хорошо Да С реализацией С тобой Соглашусь Но Здесь Такой Сумбур Даже Нас Мне кажется Сбили Немножко Не можем Пока Понять С чего Будут Команда Забивать Пока Два Неожиданных Броска С обеих Собственных Сторон Соперники Организовали Ну И Может быть Можно Отметить Несколько Сбросов В линию Входящему Игроку И линейному Со стороны Чехии В остальном Пока Ну Смотри Мы говорим Что По сути А так Толком Нет А Статисты Насчитали 9 бросков У Чехии И 4 У Словакии Если так Вот Навскидку По-моему Этих бросков И не было Как-то так Если и были То какие-то На самом деле И сумбурные И забросок Полноценный Нельзя считать Ну Пока Пытается Словакия С 9 метров Атаковать Не получается А вот В защиту Просто забыли Вернуться Даже По-моему Никто даже В середину Площадки Не перешел Из Гонболисток В белой форме Ну Только 2 человека В то время Когда Вероника Мала Мяч получала Всего 2 человека В белой форме Пересекли Центр площадки Ну Так В защиту Наверное Возвращаться нельзя Не получился Бросок Мне кажется Когда Атакующий Игрок Идет на бросок Там уже Полкоманды Подрывается В оборону Если все правильно В команде Выстроено Так и есть Да Ну Вот здесь Наконец-таки У сборной Словакии Получились Широкие Забегания За счет чего Они все-таки Растащили Оборону Чешек Ну и здесь Два подряд Мяча Забивает Вероника Мала И предыдущая Ее атака В быстром отрыве Конечно В такой мужской Манере Была исполнена Максимально высоко Он там Выпрыгивал Он в отроем Так А тут Что Теперь На встречных Курсах Да Уже Пытаются Команды Играть Вот Снова Словакия Перешла На площадке Половину Площадки Чехи И достаточно Быстро Попытались Донболистки С сборной Словакии Бросить Барбара Ланс Это делала Но там Нарушили Правила Чешки И Пятером Они остаются Есть шанс Подсократить Отставание Воспользовавшись Лишним Игроком Здорово Хороший перевод Получается У Симоны Шарковой Похоже Она сегодня Главной Забойщицей У Сборной Словакии 2 из 4 Она уже забила Ну и еще По моему Пару раз Проатаковала Безрезультатно Так Ну что Чехия снимает Вратаря Да Вроде бы В шестером Атакуют Да С пустыми Воротами Тенденцию Эту Чешки держат Ну и Чехия К этой минуте К 12 минуте Игры Мне кажется Этот агрессивный Ганбол Все-таки Нащупала Быстрее Чуть Добавили они В скорости Раньше Чем Словакия Быстрее освоились Быстрее освоились Абсолютно Верно Правильно Подобранное слово Ну а Словакия Чуть просила И мне кажется Они еще Не освоились В игре Ну и пока Действительно Чешки Держат Вот это Звание Фаворита Пока Выигрывают Да Всего два мяча Но Вот по этим Ну уже почти Середина первого тайма Видно Что Все-таки Есть у них Запас прочности Ну вот Продавливает Одиннадцатый номер Барбара Ланс Продавливает Оборону Сборной Чехии И сокращает До минимума Отставания В счете Лишнего Словакия Редкости не было Они в последний момент Просто вот Расступились Поэтому Наверное Ой-ой-ой Ничего Да что ж Не падение Травма Да Много травм На этом чемпионате И кстати Многие представители Различных сборных Различных федераций Ну Скажем так Которые входят в топ Высказывают Негативные Свои какие-то Реакции По поводу Расширения До 32 команд Что Мол В играх Против слабых соперников Игроки получают травмы Ну вот Такую травму Ну какая разница Где получать Ну Со сборной Камеруна Со сборной Словакии Или со сборной Норвегии Если ты падаешь неудачно Это не важно С какой командой Ты упадешь Ну слава богу Остается Похоже В игре Вероника Мала Нет Покинет она Юрплощадку Ну покинет Потому что Видишь Арбитры Это не зафиксировали Нарушение правил Поэтому Три атаки Она должна отсидеть Потому что Вышли Медики Да При этом Само приземление Которое на повторе Показали Свою прямую ногу Колено так Содрогнулось Под напряжением И вот Под такими падениями Как раз кресты И рвутся Только на раз В этот фолум Да Ну вроде бы Она Во-первых Дошла сама Будем надеяться Что все с ней в порядке И вернется она На площадку Вместо нее Там по-моему Стрижкова вышла Не ошибаюсь Ну неважно Посмотрим Кто там Да 29 номер Сборной Чехии Стрижкова Адела Стрижкова В равных составах Уже команды Атака сборной Словакии Бизик Ну бизик Как всегда На Шаркову Который пошел Вроде бы бросок Три из шести Ну вот я говорил Что Много берет Она Игра на себя Не всегда Конечно КПД у нее Высокий Но тем не менее Свое забила А вот Теперь А колено То уже было Переиграло Несмотрели Ну а теперь Без главной Забойщицы Словакия Будет обороняться И атаковать Две минуты Словачки Героический Счет Сравняли Но теперь Они в меньшинстве Интересно Да По-моему Не знала Что С мячом Делать Маркета Иржапкова Так остановилась Влево Право Посмотрела И все таки Решила Ладно Буду сама Ну вовремя Сделала Так Плачет Ну значит Болевые ощущения Есть Возможно Все таки Травма Серьезная Несмотря на то Что сама Покинула площадку На своих ногах Мало Но Пожелаем здоровья Очень хорошо Конечно В игру вошла Здесь Мне кажется Морально Все равно Для команды Чехии Будет Сложно Потерять Такого Быстрого Игрока С левого Края Еще Им придется Конечно Все это Пересмотреть Перетерпеть Ну а мы Сюры И все Болички Я уверен Пожелаю Здоровья Гомболистки Конечно Хотелось бы Чтобы Этот травмопат На чемпионате Уже Подошел К концу Красиво Забивает Сборная Словакия Но Возвращаясь Еще все-таки К эпизоду Вот с этим Падением Ну мне Показалось Все-таки Контакт Был Со стороны Сборной Словакии Со стороны Игрока Сборной Словакии Все-таки Она Сближалась Ну Сама Вряд ли Так Смогла Упасть И Турецкие Арбитры Молчат Ну так Может быть Вопрос Тогда не В расширении Сборных Количества Сборных А Вопросы К квалификации Арбитров Чтобы Пресекали Такую Игру Ну Да ладно Там есть Кому Думать В Федерации Международной Массирует Ногу Вероники Мало Но Все-таки Наверное Есть надежда Что она Вернется Такое ощущение Что Подготавливается К тому Чтобы вернуться На площадку Ну а тем временем На 17-й минуте Уже Счет равный 7-7 И вот Того Сумбурного Начала Не осталось И следа Пошли Броски Из дальней Дистанции И Этот Очень Хороший Мяч Забит Карин Буйнаховой Так Теперь еще И Виктория Агунтоева Берет Этот мяч И не спеша Идет Словакия В атаку А Чехия Похоже Перестраивается В обороне 5-1 21-й номер Вероника Микулашкова Впереди Сейчас Притапливается Но все равно Смотрит за Задней линией Сборной Словакии С опоры Не получается Бросок Мяч остается У сборной Словакии Нет Не дадут Бизиковой Войти К 6-ти метрам Там по-моему Даже Собственный Линейный Больше мешал Чем Защитницы Сборной Чехии И Бизик тоже Не дают Продолжить Комбинацию Ну и просев Немножко Да В моменте Реализации Своих Бросков Против Агунтуева Очень много Пати Не Реализованных Моментов Есть у Чехии Решили Они все-таки В защите Более агрессивно Действовать Ну Словакия Смотри Что делают Только мы говорили Что Чехия Быстрее Освоилась У Чехии Запас Прочности Как в Словакии Взрывается Тремя подряд Мечами И уже Преимущество Словакии Плюс 3 Ян Башны Трубит Таймаут Встать всех Наверх Нужно Что-то Исправлять Срочно Помимо прочего Еще вратарь Боец Команды Чехии Петра Кудлочкова Уступила место В воротах Карин Ржезачева И пытается Чехия Найти Какие-то Такие Контрмеры Чтобы уйти От этой Радной игры По традиции Сейчас нам лучшие эпизоды покажут Такая мини-самари, но и геройство Виктории Агунтоевой. Здорово она вошла. Но, к сожалению, неполная статистика у нас здесь в режиме онлайн. Не можем мы пока сказать, как играют вратари. Ну, а Агунтоева вот сейчас поймала кураж. И сборной чеки все сложнее и сложнее атаковать. Чехи атакуют. Ержапкова становится в центр. Одна из звезд сборной Чехии. Гурыкова. Смещается к линии. Там какое-то столпотворение. Нормально заслон Голанова поставить не смогла. Гурыкова на ержавку. Ута в линию и потеря. Ну, вот сборная чеки уперлась в стену. Так, как мощно идет тридцать первый номер Николета Трункова. Воспользовалась своими антропометрическими данными. Затоптала там защиту сборной чеки и вынудила нарушить на ней правила. Вероника Микулашкова покидает площадку. Две минуты чешкам нужно будет защищаться в меньшинстве. У меня такое ощущение, что там Вероника грубо наиграть-то не успела против атакующего игрока с такой антропометрией. Мне кажется, она там отлетела от нее больше. Но, конечно, так агрессивно играть, может быть, не стоило бы. Я считаю, такое невынужденное удаление. При том, что сборная Чехии, хотя мы говорили, да, Юр быстрее нашла вот эту агрессивную игру. И настолько же быстро, собственно, развалилась по игре, пока Словакия перехватила эту инициативу. Ну и заставляет, помимо того, что поменяли Петру Кудлочкову, что, собственно, как бы ищут, как закрыть те острые атаки от Словакии, которые через защиту проходят. Ну, пока каких-то удачных решений со стороны сборной Чехии нет. Ну, а здесь сверхудачное решение. Выход Виктории Агунтоевой в начале встречи. Мне кажется, за счет ее уверенности как-то передалась она и всем игрокам сборной Словакии. Ну и, собственно, импульс пойман правильный. Словакия ведет со счетом 11-7 и 21-ая минута игры. Так, 17 номер Владимира Почкова вышла в розыгрыш. А это бросок. Кто там бросал? 42 номер, Карин Буйнахова. Раскрепостились, да, вернее, кажется, даже по настроению сам, когда играешь по площадке. Ну, чувствуешь, когда вот эта уверенность появилась и есть раскованность в бросках. Буйнахова, конечно, размахнулась от души. Здесь очень хорошо и зрячий этот бросок сделала. Но еще обращу внимание на то, как один на один оставляет игроков Словакии. Практически нет подстраховки второго игрока, что позволяет как раз-таки и проявить волю в атаке. Так, и сколько Чешки не забивают? Уже, наверное, минут 5, если не больше. Без гола. Но тут едва мяч еще не потеряли. Но вот только сейчас. Выводят они на бросок Камилу Кордовску. Третий мяч она свой забивает. Но там, конечно, коридор такой. Смотри, в защите не дорабатывают. Ну и между защитниками Кордовска спокойно прошла. О, тут невизион. Смотри, какие броски, хлестки у сборной Словакии. Сложно их парировать. Но здесь эмоции Виктории Агунтоева. Зацепила она такое ощущение, что этот мяч именно поэтому и раздосаден. Насколько высокий был полет мяча. Там рукой и ногой его доставало. Петра Кудлочкова возвращается в ворота сборной Чехии. И снова быстрый отрыв. Юр, как на качелях, да? То одна, то другая команда перехватывает. Взрывы такие. Действительно, взрывами играет. И много было нареканий в сторону игры сборной России. Не в плане качества, а в плане того, что уж настолько волнообразно действительно она играет. Но это не единственная команда, которая показывает такой гадбол. Здесь даже не волными, здесь действительно взрывами. Ну и Словакия понимает, что их преимущество тает. И тает стремительно берет тайм-аут. Если не дает, то мы разобрали структуру. И не существует, что бегает и до противотоков. И один обранец между нас. Норки. Опа, два, другая. Заяем. Норки. Мэти. Мэти. Мэтибис. Девять. 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 Ну что, теперь Павел Штрайхер взял свой тайм-аут. Пытался донести до своей команды, как нужно играть. Потому что вроде бы нашли свою игру, свой темп. Ну, буквально за полторы-две минуты практически все свои преимущества разбазарили. Да, вот нам показывают. То нам показывали в прошлом вот это мини-саммари геройства Виктория Агунтуева. А сейчас то, как в последних атаках сборная Чехии ее обыгрывала. Ну что, меньше восьми минут еще играть до перерыва. Ничья может быть. И в случае ничейного результата там, ну, естественно, будут дополнительные показатели подсчитываться пока. Сборная Чехии выше сборной Словакии. Но, в принципе, по большому счету неважно. Все равно сборная, та, которая сегодня выиграет, выйдет с нулем очков в следующий этап. Поэтому ничья будет и выйдет сборная Чехии. Или выиграет там Словакия и Чехия. Неважно. Одна из команд все равно попадет с нулем очков в основной групповой раунд. Берет паузу сборная Чехии. С насколько проатаковать не получилось. Нужно поменяться. Выходят атакующие игроки. И вот появляется Микаэла Голанова в линию. Так, что здесь? Здесь в 9 метров. Сара Коваржева. На правом полусреднем. В центре Вероника. Миколашкова. Ну, по-моему, там Ержапкова на левом полусреднем. Вот она с мячом. Ну, а это атака с Сарой Коваржевой. Не получается у нее забить. Вновь. Погунтуева. Ну, Словачки. С наскоку проатаковали. И достаточно быстро бросили по воротам Кулачковой. А переводит мяч за боковую линию. И поэтому продолжится атака с новым временем у Словаки. Так, вход. Бизиковы в линию. В два линейных сейчас атакуют. И здесь отбирают чешки мяч. Который адресовался Трунковой. Но так как-то неуклюже вылавливала этот пас. Ох, как она здорово играет. Жалко, что у нас на статистике, мне кажется, около 10-11 сейвов уже совершила Виктория Гунтуева. Как она разножку эту сделала? Да, мне кажется, знаешь, Чехия только воспрянет духа. Только найдет вот эти игровые моменты для себя. Здесь очень хорошо смогла Сара Коваржова пройти своего защита. Как тут же упирается в стену в виде Виктории в воротах. Ну, действительно, сегодня очень яркий матч проводит. Я, кстати, не знаю, согласятся с основной болельщики или нет. Очень часто на гонбольных площадках, ну, собственно, как и везде, встречаются люди с похожими лицами на каких-то популярных актеров. Ну, мне кажется, Виктория Гунтуева похожа на Тенди Ньютон. Если знают такую актрису-болельщики, я думаю, проведут свои параллели, согласятся или не согласятся. Ну, во всяком случае, по той страсти, которую она сегодня демонстрирует. Ну, и вообще, кстати, обе команды это делают. Конечно, заслуживает таких хвалебных эпитетов. Может быть, то, что чемпионат проходит на испанской земле, ее как раз-таки вот эту испанскую страсть сегодня, во всяком случае, точно. Нотки ее здесь на площадке витают. Ну, и замена Виктория Гунтуева уступила место Адриане Медведеву. Она попытается сыграть на 7 метрах. Часто меняют, что руку бьющего игрока, что голкиперов на этой отметке было близко. И Чехия, а не добавится 12-й мяч, да, это 11-й забитый мяч, приблизилась максимально к сборной Словакии после этого 7-метрового штрафного броска. Задела, задела мяч Медведева. 12-11, да, но все равно Словакия, отставая в счете, воспряла духом. И пусть не может пока оторваться слишком далеко, но, тем не менее, игру вроде бы свою нащупали. Ну, и не без, конечно, участия голкиперов. Ну, и вот очередной отрыв. Да, тут очень уверенно. Очень уверенно. Чехия, мне кажется, мало вернулась, кстати. Мало вернулась, готовилась к игре, чтобы вернуться. Проявила в полной мере свои капитанские заслуги. Ну, и поскорь всех обогнала. Мы можем только порадоваться, да, что не случилась вот эта очередная травма, за каждую из которых переживают и тренеры, и те, кто за гонболом следят. Ну, а вот это объятие на скамейке, такое ощущение, что иллюстрировало то, что Чехия вернулась в игру, и, может быть, новый скачок теперь в их сторону будет. Сколько их было за первый тайм, уже не перечесть. Здесь, наверное, очередь Чехии подходит, начинают они более активно играть в защите. Ну, и вот, наконец-таки, есть подстраховка. Здесь уже Словакии, конечно, так размашисто не проатаковать. Три минуты. И 20 секунд еще остается в первом тайме. В атаке Словакия. С чего начали, Юра, к тому и вернулись. Симметрично начали, с симметричных ответов в первом тайме команды. Там, правда, были такие ответы в виде ошибок. Здесь все очень близко к нарушению правил было, когда в область шеи играют защитники. Здесь, конечно, две минуты прям напрашивались, но Словакии упрощают арбитры. Ну, если будет повтор, мы разглядим. Там даже такой... Там движение головой назад было, да. Арбитры сразу подходят, вот с этим таким характерным жестом ладонью показывают игру в область шеи. Ну, здесь не усмотрели ни с одной, ни с другой стороны. Так могла получить Чехия преимущество отчисленное, а пока... Ну, и так забивают без помощи арбитра. Обходится без этого, да. Ну, все равно, я повторюсь, что квалификация арбитров некоторых вызывает все равно вопросы. Особенно из экзотических стран. Да, когда начал это говорить, не докрутил момент, что действительно, конечно, рады экзотическим командам из экзотических по гонбольным меркам стран. Да, и действительно, это расширение обогащает палитру чемпионата. А вот действительно, квалификация рефери из столь же экзотичных в плане гонбола стран, конечно, должна сначала претерпеть много проверок. Ну, конечно, понятно, им тоже нужно квалификацию в сложных матчах поднимать, тоже нужно окунуться вот в этот жаркий котел. Но зачастую становится... Приводят судейские ошибки, приводят к тому, что одна из команд просто терпит поражение. Ну, по-прежнему, Словакия впереди. Одна из последних атак в первом тайме сборной Чехии. Очень отважно, смело. Сара Коваржева идет на оборону сборной Словакии. Смело через центр. Ну, ее останавливают еще на дальних подступах, на 9 метрах. Так, вход в линию с краю. Ну, а здесь смогли, смогли забить. Вот благодаря тому, что Кнедликова вошла с краю в линию, там Голанова получила мяч и забила. Ну, что, в игрока. Вот и стали ошибаться Словачки. Ну, к ним присоединяются арбитры, я согласна, эти поднятые руки. Тут даже красную требуют. Яна Башни, но там без мяча атаковали к Недликову, не дали ей ни движения. Сделать, совещаются арбитры, сейчас вынесут и просмотр, обязательно посмотреть, насколько было. Там, ногами, да, ну, так подножка выглядела. Другое дело, видела ли... 42 номер Карина Буйнахова. Вот, смотрим. И тут не видно. Вот, может, сейчас... Да, ну, может, это было и неумышленно, но при этом это остановка игрока без мяча. Согласен, да, но она смотрела совсем в другую сторону и ногой просто врезалась. То есть, ну, скажем так, умысла в нарушении этого не было, но... От ответственности не освобождает, потому что здесь, конечно, зафиксирована будет атака игрока без мяча. Ну, я думаю, тут что решается, две минуты или красная карточка. Так что... Останется ли до конца игры, в меньшинстве, все красное достает. Да, ну, здесь хочется пожелать только сборной Словакии не, как сказать, не потерять нити игры. Это действительно такие переломные моменты частенько в связи с красной карточкой. Бывает, ну, а бывает, наоборот, когда команда сплочается вокруг ушедшего, ну, вокруг вот этой образовавшейся пустоты и игрока, которая больше не вернется. И дополнительные силы и резервы включает в игру и 7 метров назначают в ворота Словакии. Ну, у Карины Буйнаховой три мяча было забито, ну, то есть в атаке она принимала участие, ну, и оборонялась. Так что, ну, наверное, это потеря. Ну, посмотрим, как сборная Словакии перестроится. 30 секунд еще в первом тайме играть, можно уйти на перерыв при ничейном счете. Правда, сборная Словакии в меньшинстве. Так, шестого выпускают, не выпускают. Ну, в линии нет игрока, да. Наверное, шестого нет, в углу там располагается игрок, но пока не так феерично, как это сделала сборная Словакии. Но Чехия возвращает себе преимущество в игре. Пусть оно и минимально, но мы держим в уме то, что еще с удалением Словакии начнет тайм второй. И не успевает сборная Словакии проатаковать. Сейчас еще свободные дадут возможность пробить. К мячу подходит Симона Шаркова. Главная, по-моему, забойщица сегодня в сборной Словакии. Ну что, бывает и забивают. Ой, какая была коварная траектория. Такой был опасный. Петра Кудлочкова, мне кажется, уже, посмотри, как ее поднимает, как она выдохнула. Действительно, Чехия получила преимущество под занавес первого тайма. Ну и мы напомним, что в большинстве начнет и тайм второй. Да, пока минимальное преимущество сборной Чехии. Отдыхаем, ждем второй тайм. Возвращаемся в Лирию, в Испанию. Через короткое время, через несколько мгновений начнется второй тайм матча Чехия-Словакия. Этот матч совершенно непонятно, потому что команды такую аритмию показали. В первом тайме то Чехия мощно, точнее как, начали команды ни шатка, ни валка. Семь минут на двоих забили один гол. Потом Чехия вдруг взорвалась, вышла вперед. Потом неожиданно у сборной Словакии Виктория Агунтоева сыграла очень здорово. Вратарь, там, я не знаю, сколько сейвов она совершила. Но благодаря ей Словакии, гонболистские сборные Словакии нашли свою игру. И они очень долго вели в счете. И лишь вот в последние семь минут сборная Чехии, взяв тайм-аут, догнала сборную Словакии. И не только догнала, но и перегнала. Ну, к тому же у сборной Словакии еще и на последней минуте второго тайма удалилась Карин Буйнахова. Лучший бомбардир в составе сборной Чехии по первому тайму, это, естественно, Вероника Мала. Убегала она много раз, забила три мяча. У сборной Словакии несколько человек забили три мяча. Это и Шаркова, и Стефанникова, и Буйнахова, которая удалилась. Ну, теперь она уже своей команде не поможет. Ну, кстати, завершается время удаленного. И вновь галкипер сборной Словакии вступает в игру. Ну, это еще, Надежда, выписывала статистику. Я выписывала статистику, да, за счет ярких действий Вероники Мала, немало набегала сборная Чехии в быстрые отрывы. И в этом компоненте команду Словакии переиграла. Пять отрывов на счету Чехии, и всего лишь один быстрый отрыв смогли организовать сборная Словакии. Но очень было примечательно, мы на это посмотрели, да. По потерям 11 совершила сборная Словакии и 6 сборная Чехии. Наверное, это было одним из важнейших моментов, но там все огрехи, конечно, упомянуты тобой. Юр Виктория Агунтуева немножко подчищала за своей командой. Но вот самое интересное, редко бывает, чтобы команды сделали одинаковое количество бросковых попыток в игре по 31. По 31 броску обе стороны набросали в тайме первым. Ну, и всего лишь на один мяч успешнее была сборная Чехии. Если возвращаться к тому, Юж что-то говорил, здесь, конечно, важный момент. В первом тайме Вероника Мала, получив травму, и ожидалось, что она будет серьезной, все-таки нашла в себе силы вернуться. Максимально сделала все, чтобы оказаться снова на площадке, и после этого забила еще один быстрый отрыв. Ну, и Чехия упрочила, да, свое преимущество. Здесь надо разбегаться. Юра здесь жестами разгоняет генболисток вперед. Ну, и Чехия отбивается в этом быстром переходе. И хорошо возвращаются чешки, кстати, за счет чего и сборная Словакии, собственно, и не смогла организовать быстрых отрывов. И этот на старте второго тайма тоже перехватывает. Очень четко сработано, одной рукой. Иржаткова, да, одна из главных звезд сборной Чехии. Вот, отоборонялась, при том, что, смотри, не по своему флангу она бежала. Она играет на месте левого, полусреднего, а отоборонялась на месте правого защитника. Ну, и Юр, тоже красочное такое сравнение. Определение первого тайма действительно аритмия была в исполнении двух команд. И я думаю, если в том же духе продолжат команды действовать, все будет совсем уж духозахватывающее. Пока еще одно удаление. Ну, и удаление сборной Словакии быстро растаяло. И Чехия его тоже поймала. Вероника Мала была на ваших экранах. Один из героев тайма первого, капитан команды. По два удаления в первом тайме было у каждой из команд. Ну, и более-менее большинство команды успешно играли. Ну, и сейчас посмотрим, как во втором тайме в первое удаление сыграет Словакия в большинстве. Тяжелый бросок. Бакова ланс. Да, не было, не сказать, что он был неожиданным. Долго набирал скорость ланс. Да, да, да. Тяжеленькая она немножечко, да? Ну, так еще там нарушения, а там не две минуты? Ну, очень много нарушений действительно арбитры сегодняшней встречи пропустили. Не сказать, что ошибаются в одну сторону, это абсолютно не так. Но вот эти вот удары с этого района лица и шеи пропускают. И здесь, да, соглашусь с тобой, Юр. А вот сейчас. И вот сейчас. Ну, да. Там Кардовская мяч же контролировала. Он ее выпал, и она снова его подобрала. Ну, не знаю. Может быть... И вот сейчас, я, конечно, извиняюсь, и вот сейчас тоже было там наигранное удаление. Конечно, если пойдет такой гамбол, в кавычках, конечно, скажем, грязный, это, конечно, не украсит матч. Красивый бросок с переводом. Это одна из главных забойщиц сборной Словакии, Симона Шаркова. Но пока не в полную мощь, да, она разыгралась в первом тайме. Пока только три мяча она забила. Да, вот четвертый. Добавила сейчас четвертый. Попыток у нее много. Все-таки ее часто стараются выводить на бросок. Понимают, что кто умеет бросать. Но не все попадает. Но оно и понятно. Наверное, у задних игроков процент попадания не самый высокий. Это такой маленький сейчас нюанс, конечно, игровой. Вот сейчас, ввиду того, что сборная Словакии, конечно, так достаточно грубо играет. И это позволяет арбитры сегодняшней встречи. Да, здесь где-то надо найти чуть партистичнее человека, который все-таки укажет на эти нарушения. И смогут воспользоваться большинством гонболистки. Ну, а вот здесь у сборной Чехии не упускают моменты. Я думаю, здесь опять пойдут смотреть, мне кажется, экран. Две минуты здесь, конечно, гарантированно. Но насколько сразу нарушения, да, без просмотра на экране. И красную карточку выписывают Веронике мало, оставляя сборную Чехии без капитана на самом старте второго тайма. Ага, все-таки уговорила она. А так не отменяют. Это, конечно, какой. Если уже показана красная карточка, собственно, пересматривать арбитры, конечно, не должны. Эпизод. Еще раз вернусь к тому, что вы возмущаетесь, что расширили количество. Маут сказал, я вообще-то капитан, я никуда не уйду, не ушла в первом тайме и не собираюсь во втором. Ну, конечно, если отменят красную карточку, это будет очень странно. Нет, не отменили. Ну, говорю, синюю или красную? Нет, красную, да, выписывают. Ну, говорю, вы спорите, там расширение до 32 команд приезжают слабые. У вас слабые арбитры приезжают. Вот на что надо обращать внимание, а не на слабые команды. Ну, в этом компоненте равные команды в количестве бросковых попыток в первом тайме уравнялись они по красным карточкам. Говорили мы уже о том, что Карин Буйнахова, кстати, очень эмоционально отреагировал на свою красную карточку в первом тайме. Да, перерывала прямо на взрыв. Да, ее там успокаивали партнеры по команде. Ну, если там не было умысла, то здесь-то, конечно, да, мы увидели, что все-таки здорово приложилось. Юр, ты знаешь, вот прям 3-4 атаки до этого, если бы арбитры пресекли грубую игру со стороны Словакии, я думаю, здесь не было бы грубости. Но здесь вот эти эмоции, которые перехлёстывают, к сожалению, не на руку сыграли чехи, но и они отыгрывают, несмотря на то, что они в меньшинстве. Один мяч не вырывается вперед, пока все, конечно, сверхэмоционально, и эта аритмия пока не заканчивается, и, мне кажется, уже не закончится в этом тайме. Да, ну да, для зрителей, наверное, валидольна. Мимо, тут поймала свою игру Петра Кудлачкова, вратарь сборной Чехии. Уже два сейва она совершает во втором тайме. И очень важных сейвов. Ну, тяжеловато, как мне кажется, Барбара Ланс. Сейчас мы видим во втором тайме один раз она бросила неплохо, а все остальные попытки то ли бросить, то ли отдать передачу заканчиваются тем, что мяч сборной Словакии теряет. Тяжеловато смотрится один номер сборной Словакии. Ох, ошибаются чешки, да. Так неплохо они, конечно, и куражисто, собственно, оставшись в меньшинстве, провели быструю атаку, и здесь Петра Кудлачкова не дала. Сборная Словакии в ответ мяч забить, но здесь обидно, конечно, сами теряют мяч, в аут он уходит после передачи. Ну, а сборная Словакии не очень здорово разыграла этот мяч из аута, там здорово правый край выбегал. Ну, вот сейчас Барбара Ланс, она все-таки продавливает оборону, именно продавливает, потому что прыгать-то у нее вряд ли хорошо получается. Ну, достаточно однообразно действует. Да, да, да. Ну, из того, что показала в сегодняшней игре, в принципе, уход у нее в одну сторону, и здесь бы, конечно... Ну, да, два раза забросила, два раза ее поймали на этом. Поймать ее, да, подставившись в игрока. Ну, пока Чехия, конечно, немножко растерялась после этой красной карточки, и тем более капитан покинул площадку. Ну, а Виктория Агунтоева не сбавляет обороты после первого тайма, во втором перенесла этот импульс и в него тоже. Нет знакомых сборных Словакии? С ветерочек Агунтоевой попросить. Ну, да. Из предыдущего поколения, да, можно поискать контакты. Ну, вот одна из таких задумок со стороны сборной Словакии. Хитро пытались они там этот мяч невидимым сделать, но не доиграли этот момент. Сейф не засчитали, обидно. Я думаю, она больше, Юра, засадна тем, что вот здесь не было какой-то очень грубой игры. Ну, давай, смотрим, вот повтор. Ну, был контакт в спину, сбоку. Сейчас это строго судят, даже если, ну, как такового толчка не было, контакт есть, все. Да, но не все так строго отсудили арбитры в сегодняшней встрече в тайме первом. Да, они вообще непонятно, как судили. То строго, то не строго. Да, вот, знаешь, вот эта аритмия, она и со стороны судейства тоже присутствует. Я думаю, Кудлочкова на это отреагировала, потому что, ну, вот очень одинаковые моменты, настолько по-разному арбитры в сегодняшней встрече расценивают, что, конечно, здесь в пору расстраиваться от того, что сложно держать игру под контролем и из-за этого тоже. Ну, одному, наверное, может успокаивать команды то, что нет именно предвзятого судейства, нет свистков в одну сторону. Яна Кнедликова еще, да, не принимала участия в игре, комментируя предыдущий матч против сборной Германии в исполнении команды Чехии. Обратили мы внимание на то, что Яна Кнедликова немного выглядит как будто подуставший или переболевший, но пока и в этой игре участие не принимает. Да, да, но я думаю, конечно, ее вклад мог бы быть ощутимым, пока Чехия балансирует на вот этой грани. Ну что, у нас 20 минут остается до конца, и абсолютно ничего не ясно. Хотя мы видели тут взрывные такие эпизоды, может быть, одна из команд все-таки сможет сейчас взорваться так, что преимущества хватит до конца матча. Но тут колотят мимо в штанге, во вратарей. Ну и что, без центра у нас третья атака. Агунтоева, здорово! Ведь в воздухе находилась, как ногами здорово сыграла. Очень высоко. 43 процента. Да, максимально высоко. Там, конечно, можно было и по-другому сыграть, но с ней сблизилась. Я не увидела, Юр, кто там атаковал в быстром отрыве. Но прям максимально сблизишь с ортарем, просто не оставила себе зазора, чтобы увидеть вообще, где находятся ворота. И здесь, конечно, немного небрежно. Сборная Чехии не использовала свою попытку выйти вперед. А вот никто не встречает так спокойно, совершенно. Бизик постояла, посмотрела. Свои не подключаются, свои не открываются. Защита тоже стоит, смотрит на нее, смотрит гандбол. Ну и Бизик вошла спокойно и забила. Вновь Словакия впереди. Ну что, пока у нас качели. Я представляю, что творится с болельщиками, что с сборной Словакии, что с сборной Чехии. Сейчас хороший перевод был. Развела гандболистка сборной Чехии Агунтоеву и мяч по разным углам, но не попала в ворота. Девять метров. Долго не было возможности у Словакии на плюс два уйти. Посмотрим, сможет ли в этой атаке двадцатый мяч забить. Ланс. Вот Ланс снова пасует налево. Смотри, будет уход в ту же сторону. Оп, в удобную сторону и семь метров зарабатывает. Я прям последнюю себе реплику позволю по сегодняшнему матчу. Мне кажется, те, кто начинает смотреть гандбол и хотят, допустим, по этой игре понять правила, мне кажется, сегодня сложно это сделать. Потому что одинаковые моменты, но настолько по-разному на них реагируют. Здесь была свободная рука, кстати, у бьющего игрока. И в зону, собственно, никто не заходил в тот момент, когда она бросала свою попытку. А так как семи метров не было, мяч не забит. Есть такая примета. И празднует эту маленькую победу Петра Кудлочкова. Бизикова попала в перекладину. Ну, как говорится, никто же не мешал, забивай, плюс два. А сейчас опять Чехи может сравнять счет. Мешала справедливость. Да. Ну, здесь у игрока. Юр, все, я. Это не у игрока, это не у игрока, это 9 метров. Ну, да. Сложно, да, разобраться в этих решениях. Будем следить исключительно за игрой, за теми эмоциями, которые дарят гонбонистки сегодняшней встречи. Напомним, по одному игроку, удаленному на красную карточку, есть с обеих сторон. И Чехия вырывается вперед. Нет, сравнивая счет. 19-19. Это уже успели, да, поменять. 19-19. И Сара Коваржова забивает этот мяч. Еще левша, очень здорово приложилась по правому полусреднику. Да, если бы еще показали повтор, там перевод был или все-таки рикошет от блока. Потому что Агунтоева как-то так заваливалась в другую сторону. Такое впечатление, что все-таки был рикошет. Но не важно, Чехия в любом случае забила. Ух ты, она и так умеет, смотри. Я расстроена. Расстроена? Я очень расстроена, потому что действуя Барбара Ланс, выбирая все время только уход в удобную сторону. Ну и, собственно, набегает ближе к центру. Там бы, конечно, максимально сократить и сузить атаку сборной Словакии и решить этот вопрос. Потому что пока он остро стоит в защите сборной Чехии. Да, но сейчас-то она приняла решение, смотри, как быстро и с опоры как пыльнуло. Да, Юр, но все в том же месте, там же в центре, те же три шага, ничего неожиданного. И почему-то сборная Чехии в центре не справляется. Посмотри, ничего нового, тот же уход. Здесь единственное, за спину выпускала она свою помощницу, которая по антропометрии с ней похожа. Но вообще-то, конечно, тяжеловесная такая тройка игроков. Но пока аритмия. Хороший пас мы увидели в линию, но и там, наконец-то, Трункова забила. Ну да, Барбара Ланс явно не Анна Вяхерева, которая может и влево, и вправо, и по диагонали, и как угодно. Ну и сборная Чехии в атаке. Что придумают чешки? Так. По-моему, прямыми руками встречают. Малу. Ну, арбитры 9 метров всего лишь назначают. Середина тайма у нас. По-прежнему нет явного фаворита в этой встрече. Напомню, что перед этим матчем все отдавали преимущество чешкам. Ну и вновь Фагунтоева там не без рикошета, сложно бы и реагировать, но правильно заваливалась, правильный угол. Юра, я сейчас понимаю, что я Веронику мало отправила, да, с красной карточкой, но я так понимаю, кто-то другой, да, ее получил. Я просто упустила. В этот момент были похожи гонболистки. Там, наверное, должно быть, да, в статистике висеть. Мало с командой и готова сражаться. Да, удалилась так, так, так. Сейчас Микаэла Галанова. 75-й номер, линейный. Ну, по-моему, она в линии в атаке не играла, а, по-моему, в основном оборонялась. Так, перехват. Ну, сборная Словакии, как только имеет шанс уйти на плюс-два, не может преодолеть вот эту цифру. Все время дарит чешкам мяч. Ну, и те тоже не особо спешат забить. Много-много, конечно, у нас потерь. И сейчас, наверное, по потерям в два раза было меньше после первого тайма у чешек. Но я думаю, что во втором тайме не меньше теряют мяч чешки. Не знаю, насколько перспективно этот бросок выглядел. А Гантуева была готова к нему. Ну, наверное, главный претендент, да, сегодня на звание лучшего игрока. Это Вероника Агунтуева, галкипер сборной Словакии. Хотя неплохо, конечно, во втором тайме Кудлочкова действует, но все равно Агунтуева гораздо ярче, да и побольше сейвов у нее. Ланс. Дальше налево. Вернуть ей мяч? Нет. Не возвращают. Галеева. Девятнадцатый номер. На Ланс. Ну, а тут уже готова Кудлочкова к этому броску. Ну, слушай, я вернусь к тому, к защите. Это же моя любимая вочина. Я вернусь к тому, что почему не готовы к этому броску защитники сборной Чехии. Достаточно тяжелая сборная Словакии. В принципе, это видно на площадке. Юра обращал на это внимание в тайме первом. И здесь вот эти однообразные действия, мы на них обращали внимание, почему-то не пресекаются в защите. Ну, и в атаке не используют эту тяжеловесность сборной Словакии быстро, пока Чехия действовать не может. Там, собственно, и ротацию так и не устроил. Павел Штрайхер? Да, да. Капитан. Ну, а давай вспомним... Хочу назвать его капитальный тренер команды. Россия, Польша, второй тайм. И как начали Польки бомбить с задней линии одну и ту же комбинацию. И в один и тот же угол, один и тот же человек. И тоже достаточно долго не могли с этим справиться. И тоже меня это расстраивало. Да, но бывает такое. Ну, здесь чуть повыше Чешки сыграли против Ланс. Так, здесь защита в площади ворот, по-моему, была. Ну, арбитры считают всего лишь 9 метров. Наверное, свисток в пользу сборной Словакии. Слушай, на этот момент, конечно, с поднятой красной карточкой, а потом просмотром мне все перед глазами. Да, да, иди, говорит, посмотри. Перед глазами стоит до сих пор, конечно, так примечательно. Там бы, наверное, вслед еще бы одна красная карточка должна была. Ну, синюю показали бы, чтобы записали в протокол, ну, по большому счету. Ну, не знаю. Очень галантно действовал арбитр, но галантность так и не проявил. Агунтуэла здорово реагирует. Ну, там, по-моему, чуть раньше свисток раздался. Или из-за боковой все-таки мяч будет вводить. Ух, он так в игре вся. Пантера такая. Ну, да, еще и Кураж поймала. Ау, тут с опорой хорошо. Все-таки она кистью, да, в последний момент. Мяч полетел не по той траектории, которую ждала Агунтуэла. Так, ну что, появляется Ребичева. Нет, уходит она. Она только оборонялась. Кто там вышел? Ну, 44-й номер. Бизик. Ланс на правом полусреднем. 21-й номер Шаркова. Ну, вот немножко отдохнула. Главная забойщица сборной Словакии. Вместо нее там поиграла. Галеетова. Галеева. И теперь вновь Шаркова будет угрожать воротам. Шаркова. Ланс. Ух ты, смотри, в другую сторону. Ну, это уже второй ее ход, да, в другую сторону. Она просто, знаешь, усыпляла, усыпляла. Прикормила. Да. Я помню, Ир Полторацкая всегда, выходя на площадку, говорю, надо прикормить в одну сторону, потом бегать в другую. Собственно, этим советом пользуется пока Неланс. Ну, и здесь Петра Кудлочкова, который, кстати, может стать таким решалом для сборной Чехии. Несколько сейвов ей удались, но здесь не без решала. Входится и у сборной Словакии. Этот сейв записан на счет. Виктория Гунтоева не будет. Эмоционально она, конечно, на это отреагировала. Ну, и подъявляется Яна Кнедликова. Первую мы ее в кадре увидели. Она заработала 7 метров, но ее появление, конечно, наряду с игрой Петры Кудлочковой может стать решающим для Чехии. Будем наблюдать, сложится ли это. Таким образом, но пока для Чехии важнейший 7-метровый штрафной бросок. Ну, 7-метровый есть, ну, стопроцентный, но через какую паузу турецкие арбитры свистнули. То есть, да, бывает такое, что выдерживают паузу, посмотреть эпизод до конца. Ну, здесь уже Гунтоева отразила бросок, уже пыталась обрадоваться, и тут только свисток раздается. Конечно, реакция арбитров на некоторые эпизоды непонятная. Вновь Чехия впереди. Ну, тоже пока ничего не ясно, ничего это не значит. Семь метров. Ну, вот смотри, влево начала уходить ланс. И пока это приносит пользу. Кажется, 7-метровый еще забить надо. Кто пойдет 7-метровый исполнять? Идет Бизик. Остается на линии Кудлочкова. И это никак не смущает Бизик. Три из трех у нее. Так, а три из трех сыгры или с 7-метровых? Ага, это второй всего лишь 7-метровый сборной Словакии. 8 минут еще играет. У нас ничья. Ну, и, как я уже говорил, в случае ничьейного результата будут дополнительные показатели. Подсчитываться пока под дополнительным показателем, конечно, сборная Чехии выше, чем сборная Словакии. То есть, значит, сборная Чехии ничья устраивает. Словакию категорически нет. Тайм-аут. Сирена звучит. И Ян Башный берет тайм-аут. Успевает он до 55-й минуты взять тайм-аут, чтобы еще была возможность третий тайм-аут взять в последние 5 минут. Успевает. Успевает. А, мэти. Ну что, возобновляется игра у нас, все меньше времени и все больше вопросов. А кто же, кто же пойдет в основной групповой раунд? Снова сборная Чехии впереди. Но, наверное, несмотря на то, что Словакия тут оказывает мощное сопротивление сборной Чехии и, возможно, даже может и обыграть сборную Чехии, как мне думается, все-таки сборная Чехии поинтереснее бы смотрелась во втором групповом раунде. Я не скажу, что болею за сборную Чехии, но, наверное, чешки могут еще преподнести сюрприз по тем отрывкам игры, которые они демонстрируют. Словакия все-таки, наверное, в следующем групповом раунде будет просто команда для битья, скорее всего. Я так предполагаю, могу ошибаться. Ну, а и продолжается атака сборной Словакии. Ну, вот Ланц теперь не дают принимать мяч, вяжут. Самое главное, да, и не дать набрать скорость. Этот момент учли гамбалистские Чехии, но вообще, я думаю, конечно, пройдет следующий раунд. Тот, у кого и большее количество опытных игроков из зоны, да, здесь выходил бьющий игрок. На это указывает Виктория Гунтоева. Ну, да, и бросок вратаря. Тайм-аут. Теперь уже тайм-аут берет сборная Словакии. Так вот, я хотел сказать, что, мне кажется, концовка будет, конечно, за теми, у кого большее количество опытных игроков. Мне кажется, таковых все-таки больше сборной Чехии. И, наверное, будет концовка от этого зависеть, как и в матче, который в последний раз сыграла сборная России. Много похожих на русский язык слов, но ничего не понятно. Можно разобрать, но вот если, кстати, обращаться к тому, о чем мы с тобой сказали, про опытных игроков, здесь и наставленный в сборной Словакии Павел Штрахер обращал внимание, как раз-таки прозвучала фамилия Иржавкова в его речи. Ну и, конечно, он обращает внимание своих игроков на то, что в последних минутах опыт игроков, имеющихся в сборной Чехии, тоже считает, что повлияет на результат, поэтому особое внимание к ним пока. Ну и вот здесь проходит одного игрока, полусредний Словакия. Ну, наконец-таки появилась эта подстраховка. Да, здесь пока огонь немножко потушили. Гонболистки Чехии. Эта подстраховка должна быть... Нет? Прыжки... С комментариев оставлю, потому что очень сложно разобраться в тех решениях, которые сегодня арбитры выписывают. Я еще раз скажу, что если захочется понять правила гонбола, эту игру лучше не смотреть. Ну да. Надо смотреть игры, где арбитрами выступают Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина. Как раз-таки стартовый матч этого чемпионата, да. Там все понятно. Образцово показательно, там действительно все четко и понятно, но... Жесты они применяют, которые объясняют то или иное нарушение правил. Но, во всяком случае, большинство свистков они жестами показывают. Что и должно быть, потому что нам сложно догадаться, как принимает решение арбитры. Пик? Я молчу. Итак, меньше пяти минут до конца этой встречи. Впереди сборная Чехии. Но я думаю, что вот сейчас, если сборная Чехии забьет, очень важно этот мяч будет. И уже, наверное, Чехия будет диктовать свои условия. Потому что останется слишком мало времени. Два мяча отыграть. Хотя, по этой игре вообще ничего нельзя предсказывать. Отталкиваясь от нормальной логики Ержапкова. Вот она, главная звезда. Она не может забить. Но тоже какой-то промечивый, на самом деле, бросок. На тебя уже влияет игрок. Толкает. И ты, не оттолкнувшись, нормально бросаешь. Я соглашусь, здесь атака подготовленной точно не была. Сейчас сборная Словакии могла наказать за эту сбивчивость в атаке сборной Чехии. Но Ержапкова, конечно, я уверена, есть там в арсенале. Ее команда, какие-то комбинации, которые позволят ей более свободно бросить по воротам. Могла ее и запросить. Пока поторопилась. Ну, мой прогноз, Юр, если сейчас сборная Чехии ее забивает и отрывается на два мяча, потом уже смогут свободно вздохнуть дальше. Ну, тут, ну, да, было касание, но нарушение на две минуты не тянуло. Скорее, сама Ержапкова нашла эту руку. Ну, что, пока по задней линии мяч ходит у сборной Чехии, Ержапкова. Похоже, и тренер сборной Чехии, наверное, дал указание через Ержапкова играть в последние минуты, полагаясь на ее опыт и мастерство. Ой, 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 вот тут не везет. Мяч, да, хотя и видела его Виктория Агунтоева. Судорогой, да, такое ощущение, что... Да, там еще что-то непонятно, то ли мяч как-то дернут, то ли она подвернула ногу. Я думаю, сейчас будет повтор, потому что, действительно, один из главных героев сегодняшней встречи. И, я думаю, операторы не пропустят момент, в котором получила она повреждения. Ну, действительно, по тому, как парировал борцов, было видно, что что-то пошло не по плану, во всяком случае. Агунтоева... Да, подвернула ногу она. А бывает, знаешь, вот когда ты перемещаешься, вроде бы постоянно ноги скользят, а в какой-то момент как будто вот опорная нога так прилипает, вот, к террафлексу, а ты находишься в движении, и действительно нога проворачивается, подворачивается, очень неприятные эпизоды. А, кстати, показали статистику Ержапковой, у нее 12 бросков, всего 4 мяча. То есть Ержапкову, в принципе, сегодня нейтрализовали. Ну, вот, смотри, важный мяч она забила. Ну, смотри, Словакия тоже не сдается. Две минуты играть, один мяч отстает сборная Словакии. Но все равно, пока все зависит от сборной Чехии. Если Чехия проиграет, то, ну, как говорится, сама игру отдаст. Ержапкова. Отберет паузу, специально дает себя завязать, потому что могла с мячом, от мяча избавиться. Но предпочитает ее завязали, время немножко убили. Ну, пас вряд ли проходил такой. Не знаю, на что там Коваржево надеялось. Отдавая эту передачу Ержапкова. И вот потеря нет. Остается мяч у сборной Чехии. Так, и руки, наверное, должны уже быть подняты у арбитров. Долго длится атака. У сборной Чехии. Чехии. С чем связан этот крупный план игрока сборной Чехии? Вроде бы в большинстве, вроде бы в равных составах. Желтая карточка показана одному из тренеров сборной Словакии. Но это, по-моему, не Павел Штрайкер все-таки. Павел Штрайкер. По-старше будет. Ну что, последняя минута. Арбитры не поднимают руки, да? А желтая карточка была показана. Желтая карточка, да. Оставила еще время владения сборной Чехии. Но я думаю, как раз-таки острая реакция была. Юр, как ты говорил, что атака уже подзатянулась у сборной Чехии. Но не реагировали на это арбитры. И на это решил отреагировать один из тренеров. Ну и здесь сейф. Не дают подбирать пока чисто мяч. И у Словакии есть шанс счет во встрече сравнять. Но это нужно делать очень быстро. И это еще не гарантирует ничего сборной Словакии. Так, куда эта передача? Передача в край не проходит. Она во время идет. Время идет. 20 секунд еще остается. Переживает там Медведева. Но Словакия будет спешить? Уже никуда не спешит. Ланс. Ну все, это уже победа. Это уже победа. Сейчас медленно Кудолчкова будет вводить мяч в игру. И все понимают. Да, и 7 сейвов у Улочковой. Все понимают. И в сборной Чехии, и Словакии. И никто никуда не спешит. Ну что, сборная Чехии первую победу одержала. Сложную победу. Можно сказать, вымучила эту победу над сборной Словакии. С счетом 2-4-23. И выходит в следующий...